МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это подтверждение, по крайней мере, для меня. Чемпионат мира по игре ГО пройдет во Владивостоке. Насколько мне известно, впервые выйдет за пределы Азии. Все верно, да. Пройдет он в июне. И на подготовку уже не так много времени остается для такого масштабного события. Михаил Геннадьевич, как идет подготовка? Ну, подготовку мы начали еще в прошлом году. Чемпионат мира должен был пройти в 2020 году. Поэтому у нас было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться. И мы сейчас уже на финишной прямой. Определено место проведения – это кампус ДВФУ. Там пройдут основные турниры. И к тому же будет еще такая условно фан-зона. Мы называем это Всемирный фестиваль ГО. Она пройдет во Владивостоке. В те же даты, выходной день с 5 по 6 июня. И любой горожанин сможет прийти на этот фестиваль, узнать, что же это за такая игра, с чем ее едят, как в нее играть. И посмотреть, какие еще сюрпризы, активности мы приготовим для горожан. Потому что наш фестиваль будет очень необычный. Год там будет только малую часть занимать программы. А вообще мы хотим, чтобы у нас в этом фестивале встретились два типа деятелей. Умники, которые любят думать, проектировать, играть в умные игры, разрабатывать искусственный интеллект. И экстремалы, которые, наоборот, не любят долго думать, готовы к риску, любят какие-то активности. И мы хотим, чтобы наши умники поучились экстремальным разным активностям, видам спорта. А те, кто готов рисковать, познакомились с тем, как принимать решения с помощью стратегии. Вот такая вот планируется интересная программа. Я вам скажу, что никогда раньше за все 40 лет чемпионата мира вот так в связке мероприятия не проходили. Поскольку я активно наблюдаю за новостями, мне встречались, что пройдет Genius Extreme, если я правильно все называю. Все верно, да. Это что за история? Это вот и есть тот самый фестиваль, про который я вам рассказал, где у нас будут гении и экстремалы. Мы будем их пересекать друг с другом, потому что именно на перекрестках вообще происходит все самое интересное. В Go у нас тоже игра идет по перекресткам, а не в клетках. Именно поэтому мы вот эту идею пересечения самых, пускай даже вообще не пересекаемых реальностей, исповедуем как такую философию и стараемся это делать не только в игре, но и в реальности. Мы соединили поэтому очень закрытый, очень элитарный чемпионат мира с открытым фестивалем, с активностями для самых, пускай даже и не знающих про Go людей, которые смогут приобщиться к этому искусству и даже посмотреть, поучаствовать кто онлайн, кто как зритель в активности самого чемпионата мира. То есть я правильно понимаю, что любой житель нашего Владивостока так или иначе может поучаствовать? Это абсолютно, и не только житель, но и мы надеемся на гостей края, и при наиболее удачном стечении обстоятельствах гостей из других стран. Потому что Go на самом деле это самая массовая интеллектуальная игра в мире. И во многом, конечно, это за счет того, что в Go играет большое количество жителей Китая, Кореи, Японии. И нам бы хотелось, чтобы туристы, которые так уже полюбили Владивосток из Азиатско-Тихоокеанского региона, приехав, наверное, в самый ближайший европейский город, для них по расстоянию вдруг оказались в своей стихии. И, может быть, сыграли с кем-то из российских спортсменов, российских любителей. Ну, может быть, даже показали нам какой-то свой профессиональный мастер-класс на уличном мероприятии, на фестивальном. Михаил Геннадьевич, а что такое турнир Кентавров? Турнир Кентавров – это очень необычная история. Мы делаем ее вместе с кружковым движением национальной технологической инициативы, которая объединяет школьников-студентов по всей стране. И идея в том, что будущее, оно, безусловно, за искусственным интеллектом. Но очевидно, что не будет такого, что завтра, бах, и везде будут умные роботы, которые будут всю работу делать, все решения принимать. Нас ждет очень долгое время, где нам нужно будет как-то сотрудничать с искусственным интеллектом. Например, в науке, в транспорте, в каких-то сложных профессиях. Человеку нужно будет найти свое место и дать какую-то часть работы искусственному интеллекту. И вот это взаимодействие называется кентавр. Это такое понятие в науке. Самые передовые научно-исследовательские институты по всему миру исследуют эту тему. Как взаимодействовать человеку и искусственному интеллекту? И мы решили воспользоваться такой прекрасной возможностью, что мы проводим фестиваль УАЗ, что это будет такое массовое мероприятие. Это первое. Второе, что приедут со всего мира сильнейшие игроки ГО. И предложить им протестировать в матче кентавров наши разработки, где будет виртуальный помощник, который вы можете воспользоваться. Даже вы сможете сыграть, зная только правила. Где вы будете обращаться к этому искусственному интеллекту. Он вам будет давать какие-то советы разного типа. И вы будете принимать решения. И я думаю, что мы откроем что-то интересное. Потому что ГО уже не раз становилось объектом исследований научных. И в результате появлялись научные открытия и прорывы. Я этот вопрос задала исключительно для себя, потому что я на самом деле запуталась в том количестве активностей, которое будет представлено, скажем так, в рамках чемпионата мира. И хочется узнать, есть ли уже заявки на все эти мероприятия. У нас есть, скажем так, комплексные заявки от больших федераций. Например, Европейская федерация ГО ждет, не дождется, когда наконец можно будет уже официально подавать данные. То же самое касается и азиатских федераций. И вот буквально сегодня я узнал, что мы получили одобрение от Международной федерации ГО на то, что те участники, которые по каким-то уважительным причинам вдруг не смогут приехать, например, не будет перелетов или еще что-то, то они смогут участвовать онлайн. Поэтому мы ожидаем, что у нас все 77 стран поучаствуют в чемпионате. И фамилии мы узнаем в течение ближайшего месяца примерно, потому что, например, в России еще не определен. Участник этого чемпионата мира будет отборочный турнир. И есть также ряд стран, где нельзя еще сказать, кто конкретно будет участвовать. Но я вам могу точно сказать, что все страны, участницы, они изъявили желание и ждут от нас уже официальных приглашений. Кстати, мы вчера подписались с почтой в специальные соглашения. Мы им прямо будем отправлять специальные открытки с приглашением на чемпионаты, на фестиваль. Такого тоже никто никогда не делал. Ну и вообще вот этот объем событийный, он связан с тем, что для нас это огромное событие. И мы хотим, чтобы этот чемпионат запомнился не только нам, но и во всем мире стал бы таким новым эталоном, как вообще чемпионат мира надо проводить. Что хочется сказать? Хочется пожелать, конечно, чтобы открылись границы и наконец-то провели мы этот фестиваль. Потому что, насколько я помню, он должен был пройти в рамках Восточного экономического форума в прошлом году. Но поскольку из-за эпид-ситуации форум не состоялся, то хочется, чтобы в этом году все наконец-то сбылось. А что касается открыток, с нашей почтой было подписано соглашение и жители Приморья как-то могут в этом тоже, да, поучаствовать? Да. Я, насколько я сам понимаю, как это устроено, любой житель Приморья сможет прийти к нам на фестиваль. У нас будет прям специальный почтовый ящик установлен. И бесплатно... Целый павильон Почты России будет, где можно будет и приобрести, простите, Михаил, я прибиваю, и взять открытку, и приобрести какую-нибудь специальную открытку с видами Владивостока, если ты, например, гость нашего города. И прямо с фестивальной площадки, прямо с чемпионата ты сможешь отправить открытку по всему миру со специальной маркой или вот конкретно специально вчера нам представленную, показанную открытку со специальным штемпелем гашения. Сергей Геннадьевич, ну я же правильно понимаю, что ДВФУ в принципе становится уже не в первый год такой площадкой по игре ГО. Уже же проводились там какие-то мероприятия подобные. Да я вам больше скажу, история Восточного института, как вот прародителя ДВФУ, вообще напрямую связана с игрой ГОП, потому что по нашим данным мы нашли в архивах научной библиотеки, что буквально через несколько лет после создания, по его императорскому велению, Восточного института на окраине Дальнего Востока, в городе Владивостоке уже через несколько лет офицеры, обучающиеся в Восточном институте, уже играли в ГО. И даже есть миф о какой-то незаконченной партии, которая пыталась, была начаться на деньги, но в силу действительно непростой сложности, стратегичности этой игры, она так и не была закончена. Изучали эту игру, потому что Восточный институт был призван готовить офицеров русской армии к встрече, возможной встрече со своими потенциальными противниками, в данном случае с Китаем, с Японией, которые, конечно, в эту игру играли уже несколько тысячелетий. И даже сейчас существует, уже сейчас существует и секция ГОВДА в Дальневосточном федеральном университете, ну и, собственно, Восточно-экономический форум, где и в 2018-м, и в 2019-м году были проведены мини-турниры по ГОВДА, но проходил непосредственно на территории Дальневосточного федерального университета. Но вы руководитель федерации по Приморскому краю. То есть у нас так много играют в ГОВДА? Больше 350 человек, и вообще госсообщество Дальневосточное, оно существует очень давно, нам очень повезло, у нас совершенно потрясающий титульный спонсор, и благодаря и его увлечению, и руководителю, компании «Полиментал» Виталий Натановичу Нессису, эта вот любовь к этой игре, ну, в общем-то, активно проросла и на Дальнем Востоке. Сейчас у нас, еще раз повторю, порядка 350 спортсменов, больше половины это как раз дети, потому что для нас очень важно все-таки так называемый спортивный скаутинг. Мы должны найти свою сборную, которая потом будет активно участвовать в российских чемпионатах, и дай бог станет чемпионом мира на одном из следующих чемпионатов. Активных спортсменов почти 150 человек, мы очень надеемся на серьезные спортивные результаты. У нас есть и сертифицированная команда тренеров, и команда профессиональных судей. Мы очень активно сотрудничаем с библиотеками, краевыми, потому что на их базе существуют секции. Буквально вот мы несколько часов как совещание, где благодаря участию Олегу Николаевичу и Кожемяка, и Елене Николаевне Бронниковой принято решение, что библиотеки сейчас в полном объеме будут возобновлять свою работу, и мы заново будем рады видеть и наших спортсменов, и новых гостей нашей федерации для того, чтобы научить этой прекрасной игре. Мы так много говорим об этой игре, а я о ней ничего не знаю. Надо научиться. Да, научите меня объяснить, как это делать. Смотрите, правила ГО очень простые. Это одна из уникальных особенностей этой игры. У нас нет фигур, камни двух цветов, они одинаковые. Игра начинается с пустого поля. Здесь мы будем ставить камни не в клетке, а на перекрестке. И вы можете поставить камень абсолютно на любой перекресток. Единственное ограничение – вы не сможете его потом двигать. Это как событие в жизни, поступок. Сделанный поступок нельзя обратить назад. Вы можете его только изменить каким-то следующим поступком. В игре у нас начинают черные. Так заведено было в Японии. Поэтому вы можете поставить черный камень. Обычно его ставят в одну из жирных точек. Это хорошие места для начала игры. Потому что в углах проще бороться за территорию. ГО – игра территориальная. И здесь важно не съедать камни. Это можно делать. Не найти какого-то камня короля, которого можно было бы поставить мат. А цель – создать свое государство. С помощью камней то там, то здесь, развиваясь, враждуя, а иногда, наоборот, и партнерясь с противником, выстраивать зоны контроля. Это очень похоже на заборы, крепостные стены и границы государственные. Это прям военная стратегия получается. Она и военная стратегия, и в том числе и политическая стратегия. Сейчас ГО очень популярна среди бизнесменов. И бизнес-стратегия, конечно. Потому что ГО учит вот этому очень важному навыку децентрализации. Потому что ход в центр, как ни странно, не самый лучший ход. Это показал искусственный интеллект. Всем казалось, что это какая-то уникальная точка, с которой можно было бы начинать игру. Но не было такого, скажем, дебюта, такой технологии, как это делать. Искусственный интеллект сказал нам – нет. Нужно начинать с углов. А углов же четыре. А с какого начать, какой же выбрать? А если их четыре, и мы поставим во все четыре угла по камню, нам же придется ими четырьмя управлять, между ними сразу начинаются конфликты. И вот эта комплексность, эта объемность и нелинейность стратегии, она привлекает ГО на протяжении тысячелетий самых разных людей. И поэтому ГО сейчас переживает такой второй бум, второе рождение, потому что все ищут вот этот вот секрет. Как тебе действовать и побеждать вот в этой очень сложной ситуации, в которой мы сейчас все оказались. Поэтому ставьте первый камень, который вам нравится, и мы вам сразу даем ответ. Потому что здесь есть такой элемент, как инь-ян. На каждый ваш камень всегда появляется камень противодействия. И по этой причине они не обязательно будут соприкасаться. По этой причине вам очень трудно победить, потому что вам мешают. Но выиграть-то нужно. И для того, чтобы выиграть, вам для начала нужно развиваться, строиться. Вы можете взять еще один угол. Любой какой-нибудь. Любой, который вам нравится. Вот можете интуитивно действовать. Отлично. И сейчас я попробую вам показать еще одно правило. По сути, их всего два. Первое мы уже знаем. Как камни ставятся. Как камни окружаются и съедаются. Я попробую окружить ваш камень, который вы только что поставили. Камень, стоящий на перекрестке, может развиваться и удлиняться по линиям, которые символизируют дороги в Древнем Китае. Это как модель государства. А сейчас модель всего мира. И если я ваш камень с четырех сторон окружу, именно по сторонам, где из-под него выходят дороги или степени свободы, то есть те возможности, к которым вы можете прицепиться, то ваш камень из игры выбывает. Ваша территория будет уменьшаться. Он окружил? Но я пока его еще не окружил, потому что для того, чтобы снять ваш камень, мне еще нужно поставить три своих. Это очень интересная вещь. Вы тратите на свой ход один камень, а мне, чтобы вас убрать, нужно потратить четыре. Поэтому здесь борьба, нападение, война очень плохо работает. Здесь очень хорошо работает ситуация, где мы бы с вами о чем-то начали договариваться, делить территорию, уступать одно, брать другое. И вот сейчас я действую неправильно, не должен на вас нападать, я бы лучше угол взял. Но давайте ради интереса посмотрим, что будет. А вы попробуйте мой камень окружить. У вас преимущество, потому что у вас сейчас ход. Так, но вы не закрыли дорогу. Видите, дорога здесь, здесь и здесь. Я продолжаю окружать ваш камень, закрывая ему вот эти вот степени свободы. Дороги для развития. То есть, а я могу куда угодно ставить. Да, вообще, вы можете вообще не обращать на это внимания. И, например, окружать меня снаружи. Окружил ваш камень с третьей стороны. У него осталось последнее дыхание или последняя степень свободы. Вы его поддержали. Теперь я не могу его окружить, потому что они, по сути, как одна семья, живут вместе. Мне придется теперь окружать всю цепочку целиком. Я это попробую все равно делать. Слушай, я такой упорный. Начал дело, надо его закончить, правильно? Закончить, да. И мы сейчас почти уже подошли к этому моменту, когда я ваши камни смогу окружить. Телезрители увидят, как они снимаются. Это очень увлекательный процесс. Как я продумала. Но по-настоящему есть такая поговорка «отдай малое, возьми большое». Если вы, например, обстроите камни черные снаружи, вы сможете развиваться и туда, и туда, и туда. Обратите внимание, здесь, вот на этом пространстве, у меня всего один камень. А ваших будет много. Потому что все мои собрались вокруг этого места, которое вы мне уже уступили. И ваша стратегия в данном случае более выигрышная. Поэтому пока Михаил окружает пару ваших камней, вы занимаете площадь. Если я окружаю здесь, я эту площадь могу отбить. Вы можете ее в теории отбить. Не дать дышать белым камнем. Да, я бы на вашем месте даже не боролся за нее. Потому что зачем бороться за что-то маленькое, когда, вот знаете, вот мы сейчас их окружили с четырех сторон. Я их сразу убрал. Они из игры выходят, я могу их вам вернуть, они нам не нужны. И, по сути, это вот вся моя территория. А смотрите, какой у вас простор открывается оперативный. Вы же можете и сюда идти, и сюда идти, и сюда идти. Теперь вы мне же не дадите себя окружить так просто. Вас потому что много, а я буду один. Это тогда был один на один. И в этом как раз может быть преимущество, когда ты проигрываешь сражение, но выиграешь войну. Да. Ну, примерно я для себя правила поняла. Да, и вот это как раз цель игры, это территория. А у вас территория еще не видно, где она. Она у вас спрятана во влиянии вашей возможности. И в будущем вы будете развиваться в эту сторону, в эту, в эту. А я буду, наоборот, препятствовать вашему развитию. В какой-то момент наши границы, как границы государства, соприкоснутся, и игра остановится. И когда игра остановится по всему полю, то мы с вами объявим пас. Мы не обязаны ставить камни до потери сознания. И мы посчитаем, сколько живых камней осталось на доске, и сколько осталось пустых мест в зоне контроля. Как крепостная стена и размер города. И тот, у кого площадь будет больше, тот и выиграл. Прекрасно. Очень простая игра по-настоящему. С первого раза я бы, наверное, конечно, не выиграла. Но думаю, что с третьего у меня бы, может быть, и получилось. Были бы шансы, да. Да. Еще зависит, конечно, от соперника. Вам бы я вряд ли смогла противостоять. Но вот здесь, кстати, вы можете воспользоваться кентавром, который будет вам давать подсказки. И вы тогда уже будете думать, ага, вот работает моя стратегия или нет. Вы ему спрашиваете, это искусственный интеллект. Скажи мне, а где мне вообще играть, вот здесь или здесь? Он говорит, играй вот здесь. И вы тогда думаете, ага, значит, я все правильно поняла. Мне искусственный интеллект говорит, что там все надо делать. И вы действуете как стратег, а искусственный интеллект закрывает ваши тактические пробелы. И да, речь, да, чтобы вы понимали, речь не идет о какой-то прямой подсказке. Ваш ход там Е2, Е4. Нет, совсем не так. Здесь речь идет о том, о направлении, в каком вам нужно думать для того, чтобы попытаться выиграть эту партию. Он просто наводит на мысль, по сути. Помогает. Как навигация, когда едешь за рулем и не знаешь, куда тебя поворачивать, вот тебе навигатор говорит, поворачивай туда, или туда не надо ехать, потому что там какой-нибудь ремонт. Вот примерно в таком духе. А дети у нас играют? Да, конечно. Сейчас в Федерации Гоприморья это основная аудитория, и возраст начинается от 5-6 лет. Ну вот базовая все-таки с 7 лет это более-менее осознанное понимание игры. И я настаиваю на то, что детей надо приводить на такие секции, потому что именно это помогает в самых сложных в последующем предметах, с которым обычно ребятам потом тяжело дается. Но прежде всего математика, физика. И именно такие секции в последующем помогают становиться хорошими программистами, хорошими айтишниками, хорошими цифровыми профессиями. Что грех оттаить, наверное, самые ведущие математики мира так или иначе связаны с ГО и играют до сих пор в ГО. Это, кстати, правда. И не только математики, но и программисты. Потому что как раз компания Google разработала первый искусственный интеллект, который победил чемпионов мира. И среди топ-менеджеров крупных компаний ГО является одним из важных элементов культуры корпоративной. И кого можно упомянуть? Наш соотечественник Сергей Брин, сооснователь Гугла, Билл Гейтс. Есть такая компания, она малоизвестна сейчас, но это компьютерная игра Atari, в которой вообще-то начинал работать Стив Джобс в 90-е годы. Так вот, она называется, эта компания, по термину «как окружается камень». Когда вот у нас было два камня здесь, ваших окружено, я должен был вам сказать Atari. То есть я вас предупреждаю по-японски, это означает «сейчас поймаю». И руководитель этой компании так любил ГО, что он назвал свою компанию Atari, это миллиардный бизнес. Видите, даже Стив Джобс там начал свою карьеру. Вот во что надо приучать действительно играть детей, чтобы они становились в будущем. Ну это правда, сейчас ГО переживает настоящий ренессанс, и в общем-то это не просто имеет смысл. Это может по-настоящему повлиять на будущее молодого человека. А в каком формате пройдут мероприятия, соревнования по ГО? Это и онлайн какие-то вещи, да, и что-то пройдет оффлайн, вживую? Я вам сейчас расскажу, у нас получается сложная система. Пандемия дала новые форматы, и они уже сейчас опробованы. Мы планируем, что сам чемпионат мира будет проходить по возможности в очном режиме, и как можно больше спортсменов со всего мира смогут приехать. Кто не сможет приехать? По каким-то уважительным причинам, например, не будет рейсов, которые бы летали бы в Москву или в Владивосток. Смогут участвовать онлайн. Доступ зрителей будет зависеть от обстановки по ковиду, и мы в любом случае обеспечим онлайн-трансляцию прямо на фестиваль, чтобы любой желающий мог посмотреть, а что же там такое происходит в зале чемпионата мира. Такой возможности раньше ни у кого не было. Никогда раньше в Азии не делали такие трансляции, но мы были вынуждены учесть ситуацию, что, возможно, зрители не смогут прийти и сделать такую опцию. Российские участники, я уверен, приедут и будут участвовать очно. Более того, сам фестиваль будет проходить на открытом воздухе, и мероприятия такого рода, когда ты находишься не в помещении, а на открытом воздухе, они обладают наименьшим потенциалом опасности. Более того, я думаю, что к июню все ограничения снимут, и вот эти онлайны останутся для тех, кто по какой-то причине не смог участвовать. А так мы рассчитываем, что будет максимальное вовлечение в живую игру, потому что все соскучились по мероприятиям, по каким-то активностям, и всегда приятно это время проводить рядом с человеком, как мы с вами сейчас общаемся, потому что это дает и энергию, и задор, и ты вообще больше понимаешь, в чем же весь вкус того, чем ты занимаешься. Конечно. Ну, простите, что я так дополню. Да, дополните, пожалуйста. Дополню, совершенно потрясающую и правильную фразу произнес губернатор тоже Приморского края Олег Николаевич Кожемьяков сказал, что давайте же поработаем над этим мероприятием, ведь это же классно, что в Владивостоке пройдет первый в России после всех ограничений чемпионат мира спортивный. Это уже знаковое событие, что вот тут я побывал, я вот участвовал в этом, и все, мне кажется, это уже один такой, простите за пафос, посыл, он способствует тому, чтобы это однозначно там быть нужно, конечно. То есть игра ГО – это спорт? Конечно, это официальная спортивная федерация, всероссийская, мировая, признанная и Министерством спорта, включает наш чемпионат мира в официальный календарь всех спортивных соревнований, происходящих в Российской Федерации. Ну, это правда, это спорт, и это еще и философия, потому что за спортом стоит, ну, сколько, трехтысячелетняя история, как минимум, и тогда ГО в первую очередь было искусством мышления, искусством переговоров, и даже искусством военной стратегии есть история про то, как два руководителя государства встретились обсудить, как бы можно было захватить своего соседа. И так как это нельзя было говорить публично, они прямо на доске гора заиграли, договорились и завоевали его. Ну, и, можно сказать, да, как бы спортивная победа такая получилась. Ну, а самая известная легенда, она как раз про воспитание детей, что игра была создана по поручению китайского императора 3000 лет назад, для того, чтобы подрастающий сын понял, как впоследствии, после того, как уйдет на покой император, управлять государством, управлять своим народом, мириться со своими соседями, а, может быть, захватывать все больше и больше территории. Поэтому это как раз про то, как жить дальше. Поэтому и в этом смысле это такой родительский контроль определенный. А еще же какой-то челлендж должен состояться на фоне... Ну, он уже идет. Вы, кстати, участвуете? Вы поучаствовали или еще нет? Мы же финальную партию. А, вы финальная партия. Владивосток будет у нас последним в этом челлендже. Все хотят... Вот представьте себе, что мы с вами играем в ГО. И мы сможем поставить не все камни, а только по одному камню. Вы сделаете постановку, я сделаю постановку. После этого мы эту партию сфотографируем и отправляем в дирекцию чемпионата мира. И мы ищем следующих желающих, кто бы эту партию мог продолжать. Мы сейчас запустили эту партию по клубам страны. У нас порядка будет 15 регионов в этом участвовать. И уже в очереди стоят европейцы, которые тоже хотят поиграть. Потому что такой тоже формат, он новый, очень необычный. Но казалось бы, очень простой. Казалось бы, чего тут сложного. Но никто такого никогда не делал, чтобы весь мир сыграл в ГО. И мы эту партию закончим во Владивостоке на открытии фестиваля. Будет большое событие. Я вот сам слежу за тем, как игра развивается. Она развивается непросто. Потому что дети, которые начинали игру на Дальнем Востоке, поставили очень сложные стратегические постановки, которые потребуют от тех, кто будет продолжать, недюжих интеллектуальных способностей. Давайте пригласим гостей на чемпионат, на все мероприятия, которые будут с ним связаны. Приглашаем. Да, мы будем очень рады видеть, в первую очередь, жителей Владивостока. Приходите с семьями, приходите с детьми. Потому что активности на фестивале будут для всей семьи. Это будет не только ГО. ГО занимает порядка одной пятой части всех мероприятий, которые мы там подготовили. И я надеюсь, что если будут туристы, то они тоже посетят это мероприятие. Потому что мы планируем его проводить в самом центре города. И также будем очень рады видеть всех гостей Приморского края и вообще всего Дальнего Востока. Приезжайте на уникальные события. Вы действительно сможете поучаствовать в чемпионате мира. Либо, например, как гость фестиваля. Либо как участник турнира открытого, который проходит. Либо как участник мастер-класса. Мы будем всем вам рады. И, поверьте, вы узнаете много нового и интересного. Так, кстати, большое количество же мероприятий. Genius Extreme, в частности, по-моему, пройдет на спортивной набережной. Поэтому я думаю, что у каждого есть шанс так или иначе присоединиться. Да, это осознанное разделение спортивного мероприятия, которое будет проходить в кампусе ДВФУ. И большого городского события, где все можно увидеть, приобщиться на спортивной набережной в центре Владивостока. Я еще раз повторю, что для нас очень важно, чтобы горожане и гости города приходили с детьми. Потому что Владивосток должен родить будущего чемпиона мира. И мы все сделаем для того, чтобы эта игра заинтересовала, понравилась и роскошно захватывающе увела человека в этот спорт. Настоящий, стратегический и местами даже, как мы видим, опасный. Ну что ж, я желаю, чтобы все намеченные планы осуществились. Чтобы уже никакой коронавирус ничего не испортил, не изменил. И пускай играют действительно как можно больше людей. Спасибо, что побывали у нас на программе. Всего доброго. Да, всего доброго. Спасибо за приглашение. Это была программа «Время говорить». Я напоминаю, во Владивостоке в июне состоится чемпионат мира по игре ГО. Это событие впервые выйдет за пределы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И нам выпала честь стать главной площадкой. В гостях у нас были Михаил Емельянов, директор чемпионата мира по ГО, и Сергей Соловьев. Президент Федерации ГО Приморского края. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.